Привет, друзья! По просьбе моих подписчиков хочу с вами поделиться своим рецептом приготовления вот такой вот глазури для покрытия тортов и различных пирожных. Итак, поехали! Значит, первым делом, друзья, нам нужно залить желатин холодной водой. Это делайте, пожалуйста, по инструкции. В моем случае, значит, я взяла 5 грамм желатина и заливаю его 30 миллиграммами холодной воды. Я оставляю набухнуть минут на 30. Оставляю. Итак, значит, желатин мы замочили. Откладываем. Что мы сейчас делаем? Мы в сотейник отправляем какао-порошок, сахар, насыпаем. Перемешаем какао с порошком с сахаром, чтобы какао быстрее растворилось и не образовались комочки. Отправляем воду и 100 миллиграмм сливок. Перемешиваем все до однородности. После того, как перемешаем, отправляем все это на плиту. Итак, я отправила на плиту на средний огонь. При постоянном помешивании довожу до кипения. Как только наш глазурь закипит, нужно сразу снимать с огня. Так, наша глазурь начинает закипать. Вот видим, что уже начинает закипать. Сразу выключаем огонь и убираем с огня. Итак, убрали с плиты нашу глазурь. И сразу в горячую глазурь мы отправляем шоколад. Теперь я оставляю эту смесь буквально на 5-7 минут. Потом добавим к нашей глазури желатин. Итак, у меня прошло 5 минут. Я отправляю к нашей глазури набухший желатин. И все перемешиваем. Оставляем до комнатной температуры. До комнатной температуры наша глазурь остынет. И после этого можно спокойно покрывать торты, пирожные. Эта глазурь, во-первых, не нужны никакой глюкозный сироп, не инвертный сироп. Поэтому сливки, сливки это у меня были 20%. 20% сливки можно найти в любом магазине. Это не 30% жирности и выше, которые не везде найдешь. Поэтому вот такая вот глазурь у нас получилась. Обратите внимание, какая она становится зеркальная, я бы сказала. Так, сейчас я просто ее возьму и процежу через мелкое сито. Итак, друзья, вот я процедила нашу зеркальную глазурь. Я дождусь, пока она остынет до комнатной температуры и буду уже покрывать свои тортики. Если она вам сейчас не понадобится, вы ее просто остудите полностью. Сверху покройте пищевой пленкой в контакт и отправьте в морозилку. Когда вам она понадобится, вы ее достанете слегка. Надо будет ее нагреть до комнатной температуры в микроволновке. И уже опять покрывать тортики. Ну все, друзья. Если вам понравился мой рецепт, ставьте класс, подписывайтесь. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok